федеральный закон в отношении политики конфиденциальности о защите персональных данных нужно соблюдать закон и что нужно сделать подробнее в этом видео и так 152 фс закон един для всех его нужно соблюдать все поля все формы лид формы все данные которые вы получаете собираете через свой сайт обязательно в каждом форме должна присутствовать вот такого рода ссылка с текстом ну текст может быть разные согласие на обработку персональных данных но самое главное что это является ссылка если я по ней перейду меня перебрасывать на внутреннюю страницу где расписано вся политика конфиденциальности вот такое мы будем реализовывать в этом видео соответственно пока человек галочку не нажмешь что он согласен с этой политикой он не сможет отправить вам форму то есть заполнит имя заполнит email но при наведении мыши на кнопку будет видеть вместо пальчика такой запрещающий знак и он не сможет отправить ничего не получится только нажать на кнопку после этого он сможет отправить небольшие манипуляции зато будем спать спокойно никаких проблем не будет и прежде чем мы перейдем к технической стране как это реализовать в контакт форум 7 элементом на wordpress давайте поговорим где же взять те самые документы какие не должны быть есть два пути один можно сказать официальный путь вот этот сайт 152fz.rf сразу скажу он платный и бесплатный вариант тоже подойдет такой сайт можете найти в интернете спокойно политика конфиденциальности бланк в поиске напишите как пользоваться я сейчас подробно расскажу сначала про официальный сайт что вообще он делает и почему за что он берет деньги то есть и как получить документы то есть вы нажимаете здесь создать документ я не буду показывать весь процесс вы сразу можете видеть цену то есть достаточно немало один раз нас заплатить получите документ на свой сайт то есть по сути вот этот сайт это скрипт он выдаст вам текст о политике вот этой конфиденциальности просто по сути текст для вашего сайта который сконфигурирует на основе ваших данных то есть когда вы нажмете здесь создать оплате дальше будет несколько шагов на этом сайте вам нужно просто проставить галочки какие данные вы собираете в данном случае мы с вами собираем только имя и email если вы собираете телефон и другие данные у вас будет возможно здесь просто отметить галочками какие данные вы собираете то есть ничего здесь сложного нет буквально там 5-10 шагов и пройдете и на основе вашего выбора критерия скрипт моментально вам даст выдаст документы которые вы текст скопируете разместите на свой сайт wordpress и это вот мне не бесплатно второй путь бесплатный некий сайт вот этот документ ниже вот он весь а политики конфиденциальности как это работает здесь как бы уже текст весь набросан здесь только нужно подставить свои данные данные которые нужно подставить они подсвечиваются здесь в бланке такими серыми прямоугольниками вам нужно здесь прям кликнуть бланк и указать год дату свою там компанию адрес email сайт телефон вот просто читайте бланк и смотрите где надо что проставить просто кликайте в это поле вбивайте свой текст и все он тут как бы будет ваш как только все вот эти поля пройдете здесь есть кнопка готовить скачать документ скачете на компьютер все по сути документ у вас уже есть переходим к технической стороне прежде чем мы займемся галочкой и как это вывести в нашу форму сначала нам нужно создать внутреннюю страницу на wordpress и разместить документ переходим в админку нашего сайта переходим страницы у меня при установке wordpress вот уже был автоматически создан страница политики конфиденциальности вам по сути просто надо зайти в эту страницу и внести ваш документ тут уже есть некий документ я не знаю я даже не читал насколько он хорош насколько он правильный на самом деле здесь надо я думаю все удалить и прописать вашу политику конфиденциальности потом нажать здесь опубликовать но в данном случае в качестве примера будем считать что текст у нас здесь есть по сути просто здесь вот надо видите вбивать в поле кликайте мышкой по полям и вбиваете там свой текст копируете просто политику конфиденциальности вот в общем на этой странице думаю не составит вас труда разместить текст о политике конфиденциальности все допустим страницу нас это готово она у нас изначально здесь есть теперь занимаемся именно чекбоксом то есть вот этой вот галочкой как это выводится в нашей форме контакт форм 7 переходим в контакт for 7 переходим нашу форму галочка как правило размещается в самом конце но перед кнопкой отправить ну в данном случае нас получить консультацию значит нам надо вот здесь вот поставить курсор enter снова строки между вот этими полями да здесь вот есть такая кнопка ведь написано принятие это она есть кликаем в данном окне вот где условия здесь можно писать согласие на обработку персонал на самом деле здесь надо повесить на нее еще и ссылку позже рассмотрим вставить так а у меня вставился немножко не там вот сюда вставляем то есть вот все что здесь здесь поддерживается html теги здесь можно ссылку будет потом например поменять цвет и повесить на нее ссылку давайте посмотрим на этом этапе сохранить пойду на сайт обновлюсь смотрите что здесь не так например я все заполнил здесь и я не отметил птичкой что я согласен на обработку персональных данных а у меня есть возможность уже отправить эту форму то есть изначально этот checkbox работает неверно это мы можем удалить далее воспользуемся подсказкой сайт разработчика контакт форм 7 вот на этой странице нахожусь здесь чуть ниже вот есть вот демо три варианта то есть сразу checkbox и зажат вот здесь показано да то есть нам подходит вот именно конструкция вот этот первый вариант смотрите как он работает я его копирую отсюда перехожу сюда на свой сайт вставляю вот здесь вот будет ваш текст давай сначала проверим сохранимся пойду на сайт обновлюсь вот сейчас правильная у нас checkbox там правильно конструкция видите место пальчика я навожу мышь на кнопку у меня запретный знак нажимаю на галочку и все пальчик появляется могу нажать на кнопку получить консультацию технически теперь сам checkbox правильно все с этим разобрались теперь разбираемся самим текстом нам нужно же на этот текст повесить ссылку для тех кто плохо разбирается в html css я предлагаю самый простой вариант нам нужно просто перейти в запись и в записи сначала подготовить ссылку текст то есть что мы делаем мы переходим записи здесь вот записи привет мир можем ей воспользоваться дефолт на запись я перехожу сюда видим здесь некий текст кликаем по этому тексту выделяем его удаляем я ставлю свой текст ну у меня он вставился неправильно я сейчас кликну вот сюда вот редактор кода чтобы просто вставить текст через код ну чтобы он просто встал у меня через html здесь визуальный редактор возвращаю вот на допустим нас есть такой текст далее мы просто кликаем по тексту нас появляется вот некий редактор он нам и нужен чтобы мы могли сформировать ссылку куда мы будем ссылаться на нашу внутреннюю страницу выделяем наш текст полностью здесь вот скрепочка есть ставить ссылку кликнуть вот сюда и здесь вот у нас уже есть политика конфиденциальности то есть выбираем ее здесь и открыть в новой вкладке можно поставить добавить ссылку еще бы я порекомендовал выделить этот текст весь перейти в цвет и покрасить белым что ссылку было хорошо видно нашей форме далее переходим по этим точкам выбираем редактор кода копируем всю строчку только вот без знаков п вот этот п нам не нужен то есть начиная вот отсюда вот так вот копируем всю заготовлю нашу строчку копируем переходим в контакт форм 7 вот наша конструкция и между вот то есть от закрывающий так между ним я вот здесь проставляю код сохранить далее перейду страницы в нашу страницу редактировать в элементар просто зайду сейчас через просмотр у нас с вами главная страница на пока не готова я позже покажу в следующих уроках как все там довести до конца здесь мы уже видим в режиме редактирования у нас все красиво переходим в предпросмотр и здесь вот она ссылочка белая рабочая при клике по ссылке в новой вкладке браузер открывается политика конфиденциальности все мы с вами здесь все сделали ну и последний штрих наши вот этого вся конструкция с текстом call to action должна быть отцентрована относительно нашей картинки то есть вы помните как это делается мы переходим в общую строку и все делаем посередине немножко смещаем так смотрится намного лучше полный видеокурс по элементар про для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элементар про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи в создании сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео прямо сейчас вы можете перейти к следующему уроку и посмотреть настройки темы hello и 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